Тема нашего проекта является сфера культурной графики и демагрирования. Работа выполнена ученицей 10-го класса Березовская Валерия, после революции Игоря Пашеварова. Очень часто, разрядывая интерьер поля на огромном вкладном числе, наблюдает, как взрывается самолет после сюжета на ревике, в виде аппетита, расслабленных шоколад и батончик или хорошо пенящиеся, моющие средства. Многие не догадываются, что перед ними не реальные съемки, а результат работы специалиста 3D-моделирования. А что же такое 3D-моделирование? 3D-моделирование – это метод представления объемных фигур при помощи специальных компьютерных программ, графических 3D-редакторов. Метод распространен в дизайне и строительстве, промышленности, рекламе, презентациях и анимации. Применение 3D-моделей упрощает архитекторскую, инженерную и дизайнерскую работу. С ее помощью клиент видит, как объект будет выглядеть в объеме. Его можно поворачивать и корректировать. Важное преимущество 3D-моделирования в том, что при корректировке 3D-объекта автоматически корректируются все 3D-моделирования. Актуальность выбранной темы обусловлена практически по всем местным использованием керемерной графики различных подписчиков и сферах деятельности. Знание, которое становится все более необходимым для полноценного развития личности. Цель нашего проекта была разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. Перед нами стояли следующие задачи. Выбор подходящей программы. Знакомство с принципами работы 3D-графического редактора. Создание собственного 3D-объекта. Ход работы. Знакомство с темой проекта. Распределение ролей. Знакомство с материалами проекта. Сбор, анализ и обработка информации. Выбор программы для создания объекта. Ее освоение. Просмотр обучающих видеоуроков. Создание презентаций, в которой отражаются результаты исследований и творческие работы. Защита работ. Для нашего проекта мы выбрали графический редактор Blender. Blender – это свободный профессиональный пакет для создания трехмерной графики, включающий в себя средства моделирования, анимации, рейтинг, постобработки и монтажа видео со звуком. Также он применяется для создания интерактивных игр. Блендер является бюджетным вариантом, то есть самым доступным для анимации. Первым крупным профессиональным проектом, в ходе которого был использован Blender, является фильм «Человек-волк 2». Также Blender использовался при создании фильма «Хартфор». Кроме этого, NASA разработала интерактивное веб-приложение в 3-й годовщине и со дня посадки марсоходов в Юрия Сити, используя Blender и Blender 4B. Мыши, благодаря программе Blender, создали визуальный образ мафромира. На экране представлена анимация столкновения двух планет. Продолжение следует...